Добрый день, дорогие друзья! Время 12 часов, пятница, и по традиции мы начинаем наши вебинары. Очередной вебинар из цикла вебинаров нашего образовательного портала Директ Академии, и с вами я, Татьяна Телегина. Сегодня мы будем проводить нашу встречу, к сожалению, без Павла Юрьевича, который находится в командировке. Пожелаем ему удачи. Да, поэтому немножко волнуюсь. Придется не только обращать внимание на содержательные моменты, но и на технические составляющие нашего вебинара. Ну что ж, пожалуй, начнем. По традиции у меня большая просьба, поставьте, пожалуйста, в чат плюсы-минусы, видно или слышно, виден ли рабочий стол. Ага, спасибо. Спасибо, пошла обратная связь. Значит, меня слышно, все, уже почти все хорошо. Сегодня у нас будет вебинар, посвященный такому разбору полетов о том, как выглядеть в кадре, о том, как себя, ну, может быть, вести, да, во что одеваться и так далее. Про звук чуть-чуть, может быть, коснемся, но в меньшей степени, потому что про голос у нас был целый цикл вебинаров, связанных с тем, как и управлять своим голосом, и как тренироваться, и о различных аспектах, в том числе и связанных со съемками, и с вебинарами. Поэтому эту тему мы затрагивать, наверное, все-таки все равно будем, но, наверное, в меньшей степени. И сегодняшняя наша тема будет построена на разборе полетов. Был у нас один из вебинаров где-то в начале января, когда я рассказывала об ошибках вебинаристов на собственном примере, но вот сегодня тоже вот так, в качестве подопытных образцов, тоже поиспользую и свои фотографии, и сюжеты, и не только свои, но и нашего второго ведущего, с которым мы сегодня будем вести нашу передачу, ой, фу, то есть вебинар. И сегодня, да, у нас такое немножко, опять же говорю, волнуюсь, после длительного перерыва у нас будет вебинар парный. Мы постараемся сегодня работать в паре с очень интересным ведущим, очень интересным экспертом в своей области Игорь Эдуардович Лычев. Прошлый вебинар, связанный с голосом, он у нас уже в таких условиях форс-мажора, было боевое крещение, когда я неожиданно заболела, и ему пришлось в одиночку вести первый в своей жизни вебинар, но я думаю, что он с этим справился, именно благодаря тому, что он является отличным профессионалом в своей области. И сегодня мы поговорим вместе с ним, немножко его попробую потерзать, по поводу секретов, нюансов, как же выглядеть в кадре. Эта тема для нас становится все более актуальной, хотя, казалось бы, зачем это нам, библиотекарям, преподавателям, библиографам, но так как сейчас мы очень часто и вовлекаемся в формат вебинаров, и формат записи видеолекций, и онлайн-курсов, для которых тоже нужно делать записи, стриминги, трансляции, то вот те секреты, нюансы, какие-то отдельные детали, которые общеприняты в телевизионном мире, они приходят к нам, но зачастую мы на них не обращаем внимания, потому что не знаем, и приходится на собственном опыте это все на ходу с колес осваивать. Ну, собственно говоря, так у меня практически и было. И только потом я начала узнавать какие-то хитрости и думать, если бы знать об этом раньше. Поэтому у нас сегодня такой небольшой будет вебинар в формате, наверное, даже скорее интервью, чем просто рассказа и монолога. Ну, постараемся, надеюсь, техника нас не подведет, постараемся его выстроить в формате диалога, чтобы было интереснее. И, дорогие друзья, у меня большая просьба к вам, если по ходу вебинара, а мы будем рады любым вашим вопросам, если они будут возникать по ходу вебинара, это будет замечательно, у нас есть в чате вкладочка «Вопросы», пожалуйста, их лучше публиковать туда, оставлять там, для того, чтобы в ленте они у нас случайно не потерялись. И Светлана Викторовна задает первый вопрос, будет традиционный для любых вебинаров, будет ли презентация, да, давайте договоримся так, мы посмотрим, ничего особого такого в презентации не будет, мы сегодня больше будем показывать и рассказывать, но если желание останется и презентация будет нужна, я в конце вебинара еще раз задам этот вопрос, если вы скажете, что да, дайте нам эту презентацию, я ее вам в ресурсе тут же открою, ее можно будет скачать, договорились? Потому что в отличие от моих методических вебинаров, где было много инструкции в скриншотах, и действительно без них очень трудно разобраться, я ее сразу выкладывала, то сегодня у нас скорее это такая визуализация того, о чем мы будем говорить. Поэтому вы сначала посмотрите, если понравится, в конце вебинара напомните, зададите вопрос, и я вам ее тогда выложу, открою в открытый доступ, и можно будет забрать и скачать. Договорились? Не слышу ответа в чате. Ага, Евгения Юрьевна ответила за Светлану Викторовну. Хорошо, отлично. Итак, коллеги, мы начинаем наш вебинар. Но прежде чем мы перейдем, еще большая просьба, в открытых ресурсах выложена информация, которую Павел Юрьевич оставил для нас. Это и ссылка на записи наших вебинаров в YouTube, на наш канал Директ Академии. Ссылка на расписание и описание онлайн-курсов. А мы же сейчас проводим не только вебинары, но и запущен ряд очень интересных, полезных онлайн-курсов. И представлено расписание вебинаров Директ Академии на ближайшее время. Вот эти вот ссылочки можно забрать из папки ресурсы, там они уже есть, и я очень рекомендую всем это сделать и с этого начать наш день. Итак, коллеги, мы переходим к нашей сегодняшней теме. Традиционное время вступлений и регламентов закончилось. И я хочу пригласить в нашу студию нашего соведущего, нашего сегодняшнего гостя, Игорь Эдуардович, я прошу вас выйти с нами на связь. Надеюсь, что вы сейчас уже с нами. Ага, ага, отлично. День добрый, День добрый, Татьяна. Добрый день. Добрый день. И я рад. Так, рада вас слышать взаимно, взаимно. В прошлый раз, когда у меня был дебют, были проблемы небольшие со звуком. Сейчас, как меня слышно, хорошо. Пожалуйста, эварируйте, что со звуком с моей стороны. Добрый день, добрый день, хорошо. Ага. То есть, ну, я так понимаю, все отлично. Участники нашей встречи сегодня меня слышат лучше. Я рад приветствовать этих гостей, которые участвовали в предыдущем вебинаре, когда вы у меня своеобразный дебют благодаря Татьяне. Татьяна, я рад тебя приветствовать. Хорошо выглядишь. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Игорь. Болезненько ушла. Безвозвратно. Надеюсь, безвозвратно, да. Слава Богу, так держать. Вроде все хорошо. Ну что ж. Давайте начинать. Давайте, давайте с удовольствием начинаем. И кратко, что нас сегодня ждет для того, чтобы и Игорю сориентироваться в наших сегодняшних планах. Я признаюсь честно, сегодня для него будет много сюрпризов. Я покопалась в его архивах. И показывать буду, да, и показывать буду не только свои ляпы и положительные стороны, но и из архивов Игоря тоже вытащила много чего, по поводу чего будут вопросы. И пять моментов, на которых сегодня хотелось бы остановиться. Это различные планы съемок, различные, ну, как сказать, ракурсы, наверное, я не знаю, как это правильно говорится в телевизионном мире. Насколько это влияет на восприятие, на то, как мы выглядим в кадре и, соответственно, впоследствии уже на экранах. Второй момент, о чем мы сегодня поговорим, это о том, что надеть, в чем идти на съемки и от чего это будет зависеть. Ну вот вторая, третья темы. Про задник, коллеги, ничего дурного не подумайте. Это не о том, о чем вы могли подумать с самого начала. Это речь о... Да, это я использовала телевизионный термин. Это речь будет идти о фонах, и насколько это важно учитывать перед тем, как одеваться. А у вас задник сегодня какой? У меня шикарно. У меня сегодня хромакейный задник. Зеленые поля и зумрудные рощи. Зеленые, да. Да, да, да. Звольные. Да, вот, кстати, про вебинары и хромакей мы тоже здесь этот вопрос затронем. Но вот вторая и третья темы, они очень тесно взаимосвязаны между собой, поэтому мы их рассмотрим так, я думаю, одновременно, наверное, соединим эти два вопроса. Немножко коснемся вопросов макияжа, да, и метод Карлсона это то, от чего не застрахован ни один ведущий, ни один вебинарист. Что это такое? За интригой поговорим об этом уже, когда подойдем к этому вопросу. Ну и первая часть, первый наш вопрос – это разные планы. Съемки могут проходить абсолютно по-разному. Ну, говорим мы о стриминге, о трансляциях, которые идут в прямой эфир, они сейчас набирают все больше популярности. Говорим ли мы о записи видеолекций или вебинарах, в каждом из этих форматов могут использоваться совершенно разные планы, они могут комбинироваться, может быть, как там, переходы с плана на план, правильно, Игорь, Игорь? Абсолютно правильно, да. Разными камерами, да. А может быть, все съемки проходить в одном формате, с одного плана, одной камеры, вот как у нас сейчас, например. И это важно учитывать для того, чтобы понять, а как вы будете выглядеть в кадре и что предпринять, на что обращать внимание. Ну вот первый план, тот, с которым мы чаще всего работаем в вебинарах. Иногда его еще называют «говорящая голова», хотя, наверное, это не совсем правильно. Игорь, как называется этот план у телевизионщиков? Ну, у телевизионщиков... Вот у нас и «говорящая голова». «Говорящая голова», да. Ну, так или иначе, все люди из телевизора «говорящие головы», хотя немножко хочу предысторию рассказать. Я не знаю, интересно ли это или нет, это наши телевизионные... Давайте, давайте. Интересно или нет, пожалуйста. Интересно, интересно. Коллеги, поставьте плющики, если интересно, мы сейчас будем раскрывать секреты телевизионной кухни. Хорошо. Давайте, давайте. Когда мы готовились, обсуждали, вернее, о чем мы будем сегодня говорить, она сказала «мы выступающие все говорящие головы». То есть, у людей, которые занимаются ведением вебинаров, это «Новая кухня», я сегодня второй раз участвую в вебинаре в качестве ведущего. А на телевидении «говорящие головы» этот термин появился где-то в 90-х годах, когда на телевидение активно пришли журналисты. То есть, если вы помните, особенно люди старшего поколения, помнят, что раньше все программы, в основном все программы вели дикторы. Я заставил еще это время и работал в дикторском отделе телецентра, заставил еще Валентину Леонтьеву. Наверняка помните вы или нет, напишите, пожалуйста. Конечно, конечно. Кто ж не помнит «Спокойной ночи, малыши»? В гостях у сказки, а как же? В гостях у сказки Валентина Леонтьева не так часто говорила «Спокойной ночи», в основном ее помнят, наверное, по программе «От всей души» и по «Спокойной сказке». Да-да-да, точно. Тогда еще Екатерина Андреева, совсем молодая, работала вместе в дикторском отделе, которая сегодня бессменная ведущая программы «Время». Так вот, когда пришли журналисты, начали приходить на работу в кадр, они должны были отстоять как-то свое… А как-то журналисты приходили без технической подготовки, то есть они не проговаривали все фонемы, все звуки, да? Я рассказывал на прошлой встрече, что такое фонемы. Они не проговаривали весь текст, навсегда доносили логическое ударение, и чтобы как-то… То есть началась борьба. Так вот, журналисты начали называть… Конкуренция. Вот этот термин «говорящая голова» – он своего рода небольшое оскорбление в отношении представителей дикторской профессии. Но у вас, у вебинаристов, это называется по-другому. Но это небольшая… Небольшая была теоретическая… Преамбула! Преамбула! Теперь давайте вернемся к тому, как же называется этот план. Ну, действительно, мы говорим о вебинаре, а вебинар – это, как правило, работа за компьютером, как правило, с одной камерой. Поэтому это, естественно, так называемый молочный план. Ну, вот здесь немножко, Татьяна, вы срезали спецэффектом, да, картинку, она вот размыта, такое ощущение, как будто бы сцарапана. Да, да, сейчас я даже покажу. Вот, нет, даже не срезала, вот она, вот идет, вот она линия, здесь начинаются уже титры, то есть вот практически вот она вся вошла. Ну вот, то есть вот это вот, наверное… Граница картинки. Это, наверное, можно назвать крупным планом, хотя по сути это недоделанный молочный план, так называемый. Недоделанный, объясню почему. Потому что есть три основных плана. Это крупный план, когда показывают твою голову, это молочный план, когда в кадре ты по грудь. Это вот как раз… Вот это, наверное, да? Вот молочный план. Да, вот это как раз-таки такой классический молочный план, так называемый молочный план. Вот сейчас у меня, наверное, да? Вот сейчас, да. Вот сейчас у меня, наверное. Сейчас, отлично. Кстати… Это я уехала в Хромакей. Ну, не надо уезжать в Хромакей, оттуда можно вернуться, потому что телевизор у меня зазеркалье затягивает. Это очень судно. Это да. Так вот. Вы понимаете, нужно сохранять вот эту вот золотую середину между тем, чтобы не превратиться в говорящую голову, когда ты, да, вот когда ты сидишь, твоя голова… Вот это. Да, вот примерно вот это. И в то же время не уезжать очень далеко. Вот, своего рода, значит, давайте еще раз остановимся на том, что молочный план, поясной план и так называемый на телевизионочке называют его пасхальным. Это вот тот план, который, скажем так, здесь… Это вот это, наверное, да? Чуть ниже, да. Где вот Татьяна с поднятыми вверх руками? Второй ниже. Нижний план. Почему пасхальный, я надеюсь, объяснять не надо, но это опять же повторюсь, это телевизионный термин. Да, вот, кстати, вот в этих двух планах очень часто любят снимать, проходит запись видео-лекций для онлайн-курсов. Если их делать в студии, там действительно либо в полный рост, здесь вот я не нашла этот фрагмент просто, не пролистала все, но я помню, что там было и в полный рост. И вот в основном на этих двух планах, как приведено здесь, это вот прямо фрагменты из студийной записи, из премастера. Сразу чувствуется здесь работа профессионального оператора. Это же снимал профессиональный оператор. Вот сразу чувствуется. Да, да, да. То есть это классический поясной план, когда ведущий сидит за столом с руками, да? То есть, ну... Ну, здесь стояли, стояли. Ну, неважно. Тем не менее, это вот тот план, когда вот здесь абсолютное ощущение, как будто бы вы сидите за столом. То есть это классический поясной план и это классический пасхальный план, то есть он может варьироваться, он может быть там чуть выше, чуть ниже, не суть. Но вот это вот, грубо говоря, от тазобедренного сустава до коленного сустава, вот в этом промежутке варьируется нижний край кадра. То есть вот здесь чувствуется абсолютно классическая постановка, правильная. Здесь нет ощущения, как будто это какая-то, знаете, кукла-марионетка в кадре, когда одноголова танцует по рамке экрана и нет ощущения незаконненности кадра. То есть абсолютно два классических примера, на которые можно равняться. И, соответственно, от того, на какие планы будут использованы при съемке, будет зависеть и то, как одеваться, что одевать, на что обращать внимание. Конечно, вот здесь, когда речь идет о более таких больших планах, я не знаю, как это правильно сказать, когда будут снимать в полный рост, то здесь приходится думать о том, как одеться не только сверху, что часто сопутствует в ведении вебинаров, да. Ну, может быть, ведущим это тоже знакомо. Сверху одеться хорошо, снизу можно остаться в пижаме. Здесь уже так и не получится. Поэтому прежде чем идти на съемки, надо вообще-то узнать, не прийти в каких-нибудь потрепанных джинсах, и вдруг окажется, что вас будут снимать крупным планом, поэтому для себя я пометочку сделала в чек-лист подготовки к съемкам, обязательно уточнять, как будут проходить съемки. Классическая история, что ведущие информационных программ, которых показывают в шортах в пиджаке сверху или в блюзе сверху и в шортах снизу. Ну, в этом есть. Игорь, это миф или это реальность? Я не буду развенчивать мифы и реальность, но я могу сказать точно, что, например, на НТВ был такой ведущий Михаил Осокин, вы наверняка его тоже хорошо помните. Михаил Осокин, как правило, работал в потертых, потрепанных джинсах, любимые у него были такие джинсы, а в кроссовках растоптанных здесь это необходимая мера, потому что у него больные ноги были, ну, собственно говоря, больные ноги. Так вот, то есть нижняя часть это потрепанные джинсы и растоптанные кроссовки, а сверху это пиджак и рубашка. Ну, абсолютно нормально, почему нет, человеку комфортно, человеку удобно, выдержана норма приличия, необходимая для информационного вещания, то есть это рубашка, пиджак, галстук сверху, тем более, что в былые годы это было более, как-то все структурировано сейчас, форматы размыты, сейчас информационные ведущие зачастую без галстуков выходят, особенно в аналитических программах. Ну, в общем, этот миф достаточно реальный. Реальный миф, отлично. И еще, коллеги, обратите внимание, что когда мы говорим о съемке с разных планов, еще один важный момент, на который стоит обращать внимание, от него будет зависеть, что одеть и в чем прийти. Это то, на что я налетела, когда делали записи видеолекции, вот как раз вот этих самых. Мне почему-то казалось, что меня будут записывать за столом, поэтому я особо на этот момент не обращала внимания. Петелька, микрофон-петелька, который у меня вот здесь, да, вот он, красным по красному не очень хорошо, цвет меня сейчас не буду, да, но вот здесь, где пуговица, вот можно увидеть, здесь у меня есть микрофон-петелька. Обязательно продумать, если будет съемка в полный рост, пожалуйста, подбирайте одежду так, чтобы вот эту коробочку, на которой идет запись звука, было к чему крепить в своем гардеробе. У нас в первый день съемок это была проблема, честно скажу, потому что вы замучились, куда ее прикреплять. Она должна быть скрыта, обычно идет микрофон-петелька под одеждой, опять же, нужно продумать, чтобы это можно было легко и быстро сделать, не устраивая стриптиза на съемочной площадке и не бегая, удаляясь куда-то там в гримерке или еще куда-то, протянуть провод до этой коробочки, обычно ее крепят на поясе сзади. То есть вот потом пришлось переодеваться и завести себе два пояса, один на брюках, а второй вот поверх пиджака, к которому сзади крепилась вот эта коробочка. Поэтому, когда речь идет о таких более профессиональных съемках, работе в студии, вот эта работа с петелькой, вот это момент, который влияет на выбор одежды тоже, потому что иначе это беда. Сейчас многие студии начинают предоставлять свои услуги по записи видеолекций, предлагать их преподавателям. Если вы хотите записать свою видеолекцию, вы можете арендовать время студии и аппаратуру, прийти и записывать. Но, как правило, там либо нет оператора, вам просто настроили всю аппаратуру, вы приходите и самостоятельно работаете. Поэтому вот эта опетелька будет, и вам нужно будет ее крепить. Боже мой, какой бардак. А потом вот этот момент... Бардак, как можно предоставить имя оператора? Ну, как все, настроили, кнопочка пуска поехала. Но даже если оператора будет, не всегда он следит вот за этими нюансами. Это здесь была хорошая ответственность куратора проекта, который оператору потом высказал. Один раз мы забыли, прикрепляя петельку, расстегнулась вторая пуговица сверху, но из-за этого нам пришлось переснимать целый час лекции. Это час на выходе, то есть это пять часов съемок. Нам пришлось их переснимать из-за того, что вот такой казус произошел, оператор не увидел. Те моменты, на которые у меня, как у профессионального ведущего, я даже не задумываюсь, у меня это уже выработано до автоматизма. Автоматом, да. То есть, действительно, для женщины, если мы говорим, как правило, у мужчины это рубашка и брюки, поэтому пропустить между поясом рубашки петлю, прицепить под рубашкой провод, и сзади на пояс брюк прицепить коробку, но это только не коробка, которая записывающая, это передатчик, который соединяет. Да, да, да. Это уже технические моменты, это не важно. То в плане женского гардероба здесь действительно, наверное, есть на что обратить внимание, потому что, если, к примеру, вы пришли в платье, а если это платье еще без пояса, да, какое-то ровное прямое платье, то действительно петлю-то можно в конце концов прикрепить и на край декольте, на край одежды. Сюда куда-то, да. А вот уже коробку передач, конечно, вешать некуда, и действительно придется либо держать ее в руке, что, в общем-то, не совсем удобно и некрасиво, либо действительно придется быстро соображать какую-то конструкцию, пояс, куда прикрепить эту коробочку. Но, видите, тот момент, который у меня вообще не вызывал никаких трудностей, вопросов, оказывается, действительно, может быть камнем предкровения. Значит, да, 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 это такой сложный момент. И немножко еще про камеру. От того, как расположена, если говорить, например, о тех же вебинарах, как расположена камера, может многое меняться, особенно это важно для женщин. Вот посмотрите, на верхнем, с одного и той же записи, с одного и того же вебинара. Вот здесь чуть поменяло расположение камеры, и вот оно. Да, вот носогубные складки начали уже явно проявляться. На втором, на первом рисунке как-то это немножко сгладилось. И от того, правильно ли я понимаю, Игорь, от того, как сверху, снизу, как расположена камера, будет еще зависеть то, как ты будешь выглядеть в кадре. Абсолютно верно. Профессиональные операторы, это вообще, конечно, практически главные люди в любой... Отдельная песня. Отдельная песня. Это главные люди в студии, потому что если оператор тебя возненавидел, то он может любую красавицу сделать бабой-ягой и наоборот. В плане постановки, если мы говорим сейчас о студийных съемках, то давайте это отдадим на откуп профессионализму операторов, хотя, конечно, вы всегда можете попросить показать вам, как вы смотритесь на экране. Да, да, да. Это недостаточно квалифицированный оператор, а, иными словами, человек, который почему-то оказался за камерой сейчас, потому что, в общем, профессиональный оператор никогда не допустит такого, высказать свои замечания и сказать, парень, давай-ка немножко напряги мозги, поработай руками и сделай так, чтобы у меня исчезли те носогубленные складки и мешки под глазами, которых вообще в повседневной жизни-то может быть и нет. Поэтому, если мы говорим о студийной съемке, давайте оставим это пока что на откуп операторам, а если мы говорим о ведении вебинара в домашних условиях, как сейчас, собственно говоря, вот и я нахожусь перед экраном своего ноутбука, то есть, соответственно, я работаю сейчас с камерой, которая в панели компьютера вмонтирована, либо, как вот Татьяна Викторовна сейчас, я так понимаю, работает тоже выносная веб-камера, которая, собственно говоря, крепится тоже на крышку, то есть стоит, по сути, на мониторе. Так вот, давайте, Татьяна, сейчас поэкспериментируем с камерой, потому что она более мобильна. Вот смотрите, давайте сейчас камеру поднимем чуть-чуть вверх по оси. Так, сейчас попробую. Вот так, да? Вот смотрите, вот тот самый план, да, который, как я говорил, вначале недоделанный молочный план. То есть, вроде бы, говорящая голова, вроде бы, знаете, такое складывается ощущение, как будто вот в кукольном театре за ширину голову показали, и что-то такое несерьезное, не внушающее доверие. А сейчас давайте поднимем камеру, сейчас давайте поднимем камеру немного выше уровня оси глаз. То есть, вот ось глаз, да, линия оси глаз. Вот так? Да, только себя покажите. Выше? Только себя покажите, да. Вас не видно, Татьяна. Так, а... Сейчас камеру выше, да, поднять, но себя при этом показывать. Не стену показывать, а себя. А это как? Это как? Так, ну, вот я, к сожалению, у меня нет такой возможности, потому что я еще раз повторюсь, посмотрите, камеру поднимите вот так, но при этом направьте на себя. Объективом направьте. А, все, поняла. Поднять выше, но как бы сверху вниз. Вот смотрите, видите, что сразу произошло? Видите, сразу появились носогубные складки и появились своего рода ощущения отечности под глазами. Чуть-чуть выше поднимите, Татьяна. Вы красавица. Вот, вот обратите внимание, обратите внимание, видите, если камера поднимается высоко, значит, сразу появляются носогубные складки и слезные борозды, так называемые, становятся достаточно сильно заметны. А, вот оно, вот оно, пошло. Возвращиваем камеру исходное положение. То есть, вот эта вот привычка селфи и поднимать руку вверх, это ты себя старишь лето так нанцать. Вообще, наиболее положение камеры, это немного выше, буквально там на 2-3 сантиметра выше оси глаз. То есть, не выше, примерно по уровню оси глаз. Ну, вот у меня сейчас, кстати, камера тоже станет неправильно. Но, вот, мне сейчас неудобно менять положение компьютера, поэтому я этого делать не буду, собственно говоря. Я думаю, что... То есть, здесь понятно, разобрались? Есть вопросы или нет? Пожалуйста, в чат напишите. А если снизу камера снизу будет? А если камера будет снизу, Снизу, Вера. Должны появиться, полезть вторые перегородки, вторые перегородки... О, как! Полезть. А, даже... Сейчас, не сенсор. Так, сейчас я подвигала, попробую сейчас установить на место. Угу. Так. Угу. Вот. А какое расстояние должно быть вот по посадке, например, вот я совсем в кадре, Вот очень часто я работаю, например, вот так, в вебинарах, и зрители, которые... Наши участники, которые на моих вебинарах часто бывают, они видят, что, да, вот, печатать что-то приходится, и у меня полностью говорящая голова. Но я понимаю, что это неправильно. Должна быть какая-то... Для лучшего восприятия должно быть какое-то правильное размещение в кадре. Вы понимаете, мы сейчас немножко... Немножко давайте определимся. Все-таки мы говорим о конкретном ведении вебинара или о поведении в кадре. Если мы говорим о ведении вебинара, естественно, да, естественно, по ходу ведения вебинара, по ходу ведения занятия, вам необходимо что-то писать в чат, реагировать на чат. То есть, соответственно, вы так или иначе должны... Ну, меняться, да. Менять свое положение и печатать на клавиатуре. Соответственно, когда вы печатаете на клавиатуре... Вот видите, я сейчас тоже приблизился, у меня сразу и носогубные появились, и носослезные проявились очень сильно. Соответственно, вы приближаетесь к экрану и печатаете на клавиатуре. Это производственные необходимости, от этого никуда не деться. А если вы общаетесь со своими собеседниками, со зрителями, то, конечно же, идеально. Это вот тот самый молочный план, при этом оставляем немножко пространство, так называемый воздух над головой. Потому что если мы, скажем так, подвинем камеру, да, это я сейчас компьютер наклонил, соответственно, сразу получается, что мы срезаем себе... Обрезанное голову. И приближаться, если есть воздух над головой, оно как-то более естественно, наверное, получается, если ты приближаешься к голове. Не будет репки, когда вот этот вот... И видно только затылок, когда наклоняешься. Ага, отлично. Так, и следующая тема, уже плавно так к ней начали переходить, это... Тут есть переодеться? Извечный вопрос. Спасибо. Это извечный вопрос. Что надеть, во что переодеться, что допустимо, что недопустимо для работы в кадре. То есть есть какие-то пожелания, какие-то хитрости со стороны телеведущих, мы уже начали про это говорить, но вот есть еще какие-то хитрости, которые следовало бы учитывать. Ну, смотрите, в первую очередь, я, конечно, не профессиональный стилист, но за годы работы на телевидении со мной работало такое большое количество стилистов, что я так или иначе какие-то основы, азы изучил и могу об этом рассказать. Поделитесь. Значит, первое, что нежелательно, это мелкий горох, мелкая клетка, мелкая полоска. Вот это те три момента, которые необходимы просто для человек, которые работают в кадре, запомнить, зарубить на носу, записать. Значит, не надеваем мелкий горох, мелкую полоску, мелкую клетку. Потому что, как правило, есть примеры, Татьяна? Покажите, если есть примеры. Нету, да? Нет, сейчас найдем. Так, сейчас, вот. Здесь не вижу нигде. Посмотрим, да? Ну, давайте посмотрим на эту. Так, вот, 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 вот. Вот здесь, по-моему, есть. Как раз-таки вы правильно послушали. Мелкая клетка, да-да. Что здесь не так? А вот, кстати, наш воротник, достаточно крупный, который занимает площадь плеч, да, то есть, по сути, он смотрится как блуза. И вот эта вот мелкая клетка, так называемая, она на экране, но здесь это статичная фотография, здесь, наверное, не передается всего. А по ходу вебинара, как правило, это рябило. Это рябило, это выбивало, отвлекало внимание, выбивало вас из, вернее, зрителей из равновесия. Вот это тот самый момент, который нежелательный. Еще раз повторюсь, это мелкий горох, мелкая полоска, мелкая клетка. Это элементарные, это технические особенности видеокамеры, видеооборудования. А вот здесь вот какие-то рисунки, принт, вот как на первой вот этой картинке, это допустимо или нет? Вы знаете, все в нашей жизни... Вот сейчас у меня тоже какой-то рисунок, принт, допустимо ли это? Ну, опять же, повторюсь, я не возьму на себя право судить, допустимо или недопустимо. Здесь уже, наверное, речь должна идти о чувстве вкуса, о чувстве стиля, о чувстве ощущения себя в кадре. Главное, что вам комфортно в этой блузе. Татьяна, вам в этой блузе комфортно? Ну, это, конечно, самое главное. Естественно, если мы сейчас обратим внимание на вот эти три фотографии, которые оцените варианты, ну, я возьму на себя смелость, слегка их оценить. Вот давайте первый вариант. Давайте, давайте. Вы знаете, мне ближе, если речь идет о вебинаре, если вы в данном случае ведущий вебинара, и человек, который прикрывает к себе внимание и о чем-то рассказывает, я бы, наверное, все-таки надел однотонную какую-то одежду, блуз. То есть, либо светлую, но не белую, потому что белая отражает слишком свет. Вот я не знаю, как смотрит сама рубашка сейчас, но на самом деле она такого кремоватого цвета с оттенком. Смотрится как белая. Смотрится как белая. Ну, вот видите, а если бы она была истинно белая, то она бы, наверное, светилась, слепила в кадр, потому что белый цвет отражает, черный поглощает. А, значит, второй вариант, вот смотрите, где мы в черном пиджаке. Как я уже сказал? Темно-синий. Темно-синий, но в кадре он смотрится как черный. Как черный. Значит, белый отражает, черный поглощает. Вот за счет того, что черный цвет всегда уменьшает зрительно, да, что бы то ни было. Здесь получается диспропорция между освещенным лицом светлым и черным пиджаком. И вот, я не знаю, видите вы, обращаете вы на это внимание или нет, получается, как будто бы к какому-то чужому маленькому туловищу прикрепили вашу Татьяну голову. На тоненьком стебельке такие толстые щеки. Толстые щеки, да, да. Ну и третий вариант, знаете, ну мне кажется, что все-таки, может быть, это мое воспитание, моя школа, но мне кажется, что когда человек выходит перед аудиторией, да, а любой вебинар это публичная работа, вот у нас сегодня немного участников, всего лишь 35, на предыдущем вебинаре у меня было порядка 78 участников, ну а когда ты работаешь перед большой аудиторией, а вы знаете, Татьяна, что я работал и в концертном зале России, и на крупных площадках на дне города, где тысячи людей, да, естественно, вот если мы говорим о третьей фотографии, где вы в фиолетовой майке и в каком-то халате сидите, вы знаете, такое ощущение, как будто бы, ну скажем так, из ванной вышли в халате и прислали перед зрителями, мне кажется, что не совсем. Нет, пиджак. Пиджак. Смотрится как какой-то домашний. Из этих трех вариантов, если бы вы сказали, на каком остановиться, я бы сказал, на сегодняшней блюзе, наверное, наиболее выигрышно, потому что вот эти три варианта, они каждый... Отпадают. Отпадают. Да, каждый по-своему нехороший. Давайте дальше. А последняя, вот эта нижняя четвертая фотография? А последняя четвертая... Здесь полоска есть? Ну, присутствует полоска, ну и что, ничего страшного, она здесь уместна. Ну, я, честно говоря, на своем мониторе не очень хорошо вижу, как можно это увеличить. Сейчас попробую. Так, вот так. Это у всех увеличилось или только у меня? Нет, у тебя только у меня, да. Ага. Ну, смотрите, так, я понял, что здесь, значит, ага, я вижу, что здесь оба вы находитесь на хромакее, и хромакей у ведущего, я не знаю, вот как зовут мужчину, у ведущего хромакей... Игорь Владимирович. Игорь Владимирович. Игорь Владимирович. Игорь Владимирович. Хромакей будет... Теска. Да, ну, не полный теска, но по имени теска, да. У Игоря Владимировича более качественный хромакей. Вот обратите внимание, я, например, сразу вижу, что ваше изображение как бы приклеено, как бы наложено, то есть вы здесь смотритесь немножко инорой. Я понимаю прекрасно, что Игорь Владимирович тоже находится сейчас на фоне зеленой тряпочки или темно-синей тряпочки, так называемого хромакея, но его картинка вписана в хромакей более качественно, чем ваша, более качественно, чем ваша. Вот. А по поводу, ну, собственно говоря, я не знаю тему вашего обсуждения, но я думаю, что если бы вы надели какой-то более женственный пиджак, вы бы смотрелись более, скажем так, достойно. Выигрышно. 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 Да, более выигрышно. Ага. А, ну, это было тестирование студии, поэтому... Ну, если мы говорим, то есть это не... Подтестирование. Выходили в эфир. Нет, нет, нет. Ну, вот так. Это у нас была именно такой запись технического момента, не публичного выступления. Слышим, это не техническая особенность. Тогда ничего. Ага. А вот по поводу... Да, ну, вот здесь мы уже разобрали, да? Мелкие клетки. Здесь мы уже разобрали. Мне хотелось бы, Татьяна, чтобы наши слушатели задали свои вопросы, потому что мы говорим, но может быть что-то непонятно или все понятно, либо, может быть, вас интересуют какие-то особенности. Пожалуйста, проявите активно... Да, коллеги, пишите в чат и какие-то более, может быть, большие вопросы можно писать во вкладку «Вопросы». И еще момент, на котором хотелось бы остановиться, как раз про задник, то, с чем связаны вопросы выбора одежды. Всегда перед тем, как идти, тоже по собственному опыту, идти на какие-то съемки. Либо участвуйте в записях каких-то передач, тех же видеолекций и прочее. Всегда интересуйтесь, какой будет задник. Задник – это вот тот самый задний фон, на котором и происходит запись. Причем здесь важно учитывать такой момент, что вот эта зеленая тряпочка, хромакейная, на которой происходит запись в студии или в домашней студии, она потом будет меняться на другой фон, который будет называться задником. Поэтому лучше спрашивать про тот фон, который будет в результате, а не в самом начале, не тот, на фоне которого мы снимаемся. Ну, давайте по этому кадру. Да, вот прям по этому кадру. Вот остановимся. Вот смотрите, действительно, Татьяна, я, во-первых, хотел сказать, что очень выигрышный вы выбрали кадр. Он очень эмоциональный, очень экспрессивный. Такое ощущение, как будто вообще это кадр из фильма. Вы здесь прекрасны. Почти, трейлер курса. Трейлер курса. Да, да, да. Трейлер. Трейлер. Но, опять же, понимаете, в зависимости чего, если мы хотим добиться какой-то напряженности в кадре, да, все такое, у-у-у, в черных тонах, и вот это выползающие из ада педагоги появляются в кадр, то, наверное, абсолютно все правомочно. Я просто представила. Да. Сам по себе кадр очень органичен и очень красив. Но с учетом того, что так называемый задник, фон на фоне чего вы снимаетесь, да, это какое-то помещение, где преобладают черные и белые цвета. Соответственно, вот я имею в виду черный подоконник, черный, то еще пол, офис, белые стены. И в вашем гардеробе, соответственно, присутствует черный пиджак и белая блуза, шаль. То есть, таким образом вы как бы, ну, как бы сливаетесь с фоном. То есть, вы, что называется, мимикрируете под тот задник, на фоне которого вы снимаетесь. Может быть, это не самая удачная картинка, когда, вот представьте, если вы вот сейчас на фоне зеленого хромакея, да, и вы сидите в зеленой блузе. Ну, как это будет смотреться? Тем более, если это зелень будет... При вырезке хромакея зеленая блуза вырежется, останется одна голова. Вот, а вы знаете, мне кажется, что нашим слушателям сегодня не очень интересно, потому что ни одного вопроса не поступает. Вопрос к слушателям. Ваша реакция в чат. Сейчас напишут, подойдем дальше и напишут. Интересно, они замерли. Замерли, но слушая. Восторжен. Я всегда задаю вопрос, но, опять же, это уже профессионально. Я всегда задаю вопрос на фоне, какого цвета будет задник. Либо, если это концертная программа, то какого цвета будет занавес. Потому что, если это концертный зал, то ты можешь работать на фоне занавеса. И вот эти две фотографии, они как раз-таки и демонстрируют то, о чем я сейчас говорю. То есть, грубо говоря, если задник в светлых тонах, либо фиолетовых, то я надеваю темный какой-то пиджак, как вот на верхней фотографии. Либо, если задник затемненный, черный, это вот был концерт, где затемненный был задник, я надеваю светлый какой-то пиджак, светлый костюм. Поэтому, тоже себе, что называется, в райдер или как-то в ходе подготовки запишите себе строку, выбор планов, задников весьма ограничен, так что заметки на будущее. Хорошо. Ну вот, Евгения Юрьевна. Да, да, конечно. Вы еще себе пометьте, что лучше заранее знать, чем потом попасться. Кстати, о попасться. Да, кстати, о попасться. Вот мы как раз и попались с Натальей Бабыкиной, с Натальей Юрьевной, когда делали интервью с ней про ее замечательный, совершенно уникальный курс. Мы попались. Мы попались как раз вот на этот фон. Мы-то снимались на зеленом фоне, на фоне хромакея. И не учли, что во время трансляции, это был прямой эфир, это была прямая трансляция, то есть сначала мы все порепетировали на фоне хромакея, все хорошо, замечательно, а потом мы с ней, не сговариваясь, решили как-то приукрасить себя и одели, не сговариваясь по белой блузке. Ну на зеленом фоне-то белое смотрится нормально. Аксалу. Потому что мы-то себя видим на зеленом фоне. А потом, когда запустился, и не проверили, самое главное. Мы уже все отрепетировали, все настроили, все замечательно. И вот буквально за 15-20 минут до прямого эфира мы с ней, не сговариваясь, переодеваясь. Это был казус феноменальный. Запускается заставка, пошло все в прямой эфир, пошел стриминг на соцсети на YouTube. И я только вижу в чате, в личке, на смартфоне вот вот эта фраза буквально нашего руководителя трансляции Игоря Владимировича. Девочки, мы бы хоть джинсы на плечи одели. Мы начали сливаться с фоном. То есть наши белые блузки начали сливаться вот с этим фоном задника, потому что задник поменяли. Это был не зеленый фон. Это уже виртуальная студия, которую потом поставил Игорь Владимирович. Поэтому мы теперь уже прежде, чем запускать что-то в эфир или в запись, обязательно сначала уточняем, на каком фоне мы потом будем выглядеть, то есть что одеть, чтобы не было вот этого. Игорь Владимирович, ну вот тот самый случай, когда вы на собственные ошибки научились, правильно? Да, 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 да. Поэтому лучше рассказать сейчас, чтобы потом не попадать в эту историю. И еще. И вот видите, вот они хромакейные мушки пошли, то есть сначала все было отстроено, чтобы мы выглядели нормально в кадре, а вот здесь вот пошли, вот они, прям вот можете увидеть, вот здесь у Натальи, вот где я красным рисую, да, мелкие вот эти серые точки. У меня вообще здесь пришлось, вот если обратите внимание, где одет наушник, вот с этой половины убирать, такое ощущение, что голову побрили, да. Пришлось убирать изображение, чтобы, опять же, вот этот эффект хромакейных мушек, он ушел. Иначе это была ряпия по кадру. А это только из-за того, что мы переоделись. То есть изначально все было настроено на одни цвета, а мы вот... Татьяна, я хочу сказать о том, что хромакей это вообще технически очень сложная вещь, даже в профессиональных телевизионных условиях, выстроить качественно хромакей, чтобы не было ощущения наложенности картинки, очень сложно. Это действительно технически сложная вещь, поэтому вот я, например, избегаю всегда хромакей, если есть возможность работать на каком-то живом заднике, это всегда смотрится качественнее и эффективнее. И вот еще один момент по поводу одежды, сейчас как стилист хочу, как человек, который общался со стилистами, и хочу обратить внимание. Вот смотрите, Татьяна Викторовна с калинолидным декольте и у Натальи Юрьевны застегнута джомпер, кофта, блуза под самую шею. Блузка. Смотрите, вот эта линия шеи, она закрыта, поэтому получается, я надеюсь, что Наталья Юрьевна не обидится, это сейчас не в качестве... В качестве доброго пожелания. В качестве желания, да. То есть, вы знаете, получается, опять же, голова прилепленная к какому-то туловищу. То есть, нежелательно все-таки вот так глубоко застегивать блузу под шею, потому что получается, что какая-то куколка, бабочка, вылупляющаяся из куколки. То есть, голова... То есть, лучше вот V-образный воротник... Декольте, да. Или вот так, да, как сейчас можно так... Ну, чтобы линия шеи была видна. То есть, опять же, да, это, как сказать, этот момент, который знают все телевизионные ведущие. Декольте удлиняет линию... удлиняет шею. Да, я не призываю надевать блузу до пупка. Профессионалы должны были заранее предупредить начинающих ведущих. Это их огрехи. Ну, Ольга Евгеньевна, давайте сейчас не будем искать крайнего. Да, возможно, профессионалы должны были предупредить. Но если бы я работал в тот момент, я бы, конечно же, предупредил. Да, даже не сомневаясь. Просто, Ольга Евгеньевна, это общественное IP-телевидение, поэтому мы все были начинающие. Да, начинающие профессионалы и учились на своих собственных ошибках. Поэтому, да, предупреждать, к сожалению. Здесь, наверное, имеет смысл очень тезисно, коротко остановиться, как мы с вами познакомились, почему, и почему мы так долго уже сотрудничаем вместе. Вы расскажите. О, да. Рассказывайте, Игорь. Дело в том, что лет, наверное, 8-10 назад мы с Татьяной Викторовной вместе преподавали в Государственном университете управления в Москве. Мы вели разные курсы, и Татьяна Викторовна обратилась ко мне. Но в соседних аудиториях. В соседних аудиториях, да, и я вел основу коммуникации и риторику, мастер-класс для руководителей предприятий. Татьяна Викторовна вела тайм-менеджмент. И она обратилась ко мне с просьбой поработать, позаниматься с ней, потому что голосовая нагрузка большая выбивала ее из колеи. То есть она просто... У нее садился голос после второй-третьей лекции. Вот так мы, собственно говоря, и познакомились. Мы занимались с Татьяной продолжительное время, где-то полгода мы активно занимались. Ну и вот после этого карьера Татьяны Викторовны пошла в гору, насколько мне известно. Она начала преподавать сначала в МФЮА, по-моему, был, да? Нет, МФЮА так и там и преподавалась. Я, короче говоря, пошла в гору в плане преподавательской работы. Я все верно? И тренерской. И тренерской. Да, все верно. И самое главное, что Игорь помог мне тогда избавиться от страха публичных выступлений и страха ведения вебинаров, хотя сами вебинары я стала вести гораздо позже, но я была уже готова. Например, полуторачасовые, двухчасовые вебинары я спокойно могу проводить без проблем с голосом, а потом еще поехать и провести 3-4 пары у вечерников. И, в общем-то, больших проблем с голосом не возникает. Нет, я, конечно, держу чашку с питьем на всякий случай, но я ей практически не пользуюсь. То есть, те упражнения и те занятия, которые Игорь дал, та настройка, скажем, голосового аппарата, это до сих пор помогает. Ну, давайте сейчас, уже ты. Ну и, да, кстати, про свет. Про свет. Вот, пожалуйста, от освещения еще многое зависит. Даже когда мы работаем дома, обращайте внимание, вот вам байки из клепа, вот вам освещенность. И полная включенная, включив весь свет в комнате. У меня нет какого-то специального пока освещения, софитов, подсветок, то есть по правилам еще не установлено. Хотя я к этому подбираюсь, и надо бы сделать. У меня просто включен второй кадр, и как сейчас у меня идет освещение, это включено все, открыто окно, во-первых. Во-вторых, включен полностью свет верхний в комнате, там пятеро-ошковая лампа. И вот здесь вот, где у меня, да, вот, вот я на нее смотрю. На системном блоке стоит настольная лампа, она подсвечивает немножко за спину, чтобы убрать тень, потому что в самом начале вот были вот эти вот тени, наползающие в полдень. А вот эта первая фотография, и сразу видно, вот сравните, вот разница между двумя фотографиями. Здесь свет шел только от настольной лампы и от монитора. Но это действительно были байки из клепа. Вот разница между этими двумя фотографиями меньше недели. Ну, уже сразу можно увидеть, как меняется изображение, да, как даже возраст меняется. Так, плюс-минус несколько лет. То есть вот обращайте внимание, когда настраиваете, особенно если из дома работаете или из какого-то помещения, даже те же самые вебинары, обращайте внимание на освещенность. Это тоже играет очень большую роль от того, как вы будете выглядеть в кадре и как вас будут воспринимать. Хотя здесь вот практически ничего не делалось, никакого макияжа, ничего. Вот, кстати, и подошла пора сказать несколько слов о подготовке к съемкам. Ой, принцесса! Как есть принцесса! Правда? Ага! Принцесса! Ну-ка! Нет, не принцесса! А кто же? Королевна! Все, к съемкам готова. Замечательная, гениальная фильмка. Обожаю эту актрису. Очаровательный фрагмент. Как готовится несколько слов по поводу, что наносить, какую свеклу на себя перед съемками, чтобы в кадре это не выглядело королевной. Ну, опять же, я не гример, не визажист, поэтому здесь могу только поделиться своими собственными впечатлениями и ощущениями. Естественно, все телевизионные ведущие, все абсолютно и мужчины, и женщины пользуются профессиональной косметикой, профессиональным гримом перед выступлениями. Как минимум, тебя припудривают, но, как правило, это нанесение на лицо тона, глаза. То есть, припудривание обязательно, потому что это убирает блеск, солба, сочек. Дальше тот момент, который я знаю, так называемая коррекция, я уже говорил сегодня, что темный убирает, светлый добавляет. То есть, соответственно, если вы хотите, чтобы ваше лицо зрительно казалось более удлиненным и тонким, то, естественно, можно нанести более темного цвета пудру на скулы, на височную область. Таким образом мы сузим чуть-чуть лицо. Но это если широкое лицо. Да, если широкое лицо. Но, опять же, я думаю, что если мы говорим о вебинарах, не нужно на этом зацикливаться. Главное, чтобы у тебя были чуть-чуть вымутые расчесанные волосы. И, не знаю, Татьяна, я смотрю, у вас сегодня подкрашены губы. Чуть-чуть. Здесь, опять же, здесь, наверное, речь идет только о степени вашей культуры, вашей воспитанности, вашего мироощущения. Ну, прекрасно, приятно смотреть на ухоженную женщину. Конечно же, если бы у вас сейчас, на вашем примере разберем, да? Если бы у вас сейчас был какой-то, не знаю, кричащий раскрас, стрелки до ушей, яркие губы, макияж вырви глаз, наверное, вы бы вызывали как минимум легкое раздражение, а как максимум люди бы, наверное, задумались, а на тот ли вы бинар не пришли? Это вообще как-то, что это такое вообще, чему здесь учат? Что случилось, да? Что случилось? Да, и вот, кстати, по поводу пудры, тоже я с такой вещью сталкивалась, когда лучше использовать или прозрачную, или более светлые тона, потому что, когда берешь, ну, более темные, это, да, вот необходимость для вытягивания лица, но если более такой загорелый тон, что ли, наносишь на лицо, да, более такой темный тон пудры, оно потом приобретает серый оттенок в кадре, вот я несколько раз на это налетала, когда еще по первости пыталась как-то там и тончик набросать, да, припудриться к вебинару, ну, как же, а как же, и потом смотрю на себя, боже мой, хромакей можно сзади не вешать, я такого же серого цвета. Татьяна, давайте здесь остановимся на том, что здесь, наверное, методом проб и ошибок. Нужно попробовать, посмотреть, тем более, что всегда к вебинару есть возможность подготовиться, то есть потренироваться, продавать физическую составляющую, и вот если вы увидели, что как-то не очень выигрышно смотритесь, просто, наверное, можно как-то стереть часть макияжа, попробовать, лучше это делать, лучше это делать заранее, например, за там пару дней, когда проверяешь настройки, или за день, мы про это тоже говорили, заранее проверять настройки, заодно проверить и настройки себя, сделать фотографии или стоп-кадр, и посмотреть, как это будет смотреться на экране, для того, чтобы потом уже не попадать в эти казусы. И, кстати, по поводу клетки, клетки, полосок и прочего. Игорь, а вот мы говорили, что клетку не используем, полоски тоже, а здесь? А здесь? А здесь? Можно ли превратить читальные залы в модное место? Как наладить просветительский бизнес, чтобы интернет не заменял чтение книг? Кто будет работать в библиотеках? Где вы это нашли? Об этом и многом другом говорим с нашими экспертами. Я же говорю, я покопалась, я готовилась к передаче, я покопалась в архивах. А здесь? Шея-то закрыта. Международный день популярного напитка отметили буквально накануне. Именно поэтому мы решили сегодня выяснить, чем же объясняется любовь к чаю. Да. Как прокомментируете, Игорь Эдуардович, клетка и закрытая шея? Закрытая шея и клетка. Ну, во-первых, я прокомментирую так, что оба этих комплекта были утверждены стилистами. Открытились. Открытились. Выкрытились. Телевизионных ведущих, как правило, одежду подбирают стилисты и, как правило, существуют утвержденные комплекты. То есть, к примеру, я помню прекрасно вот этот комплект, вот эту водолазку мне запрещалось надевать с другим пиджаком, но рекомендовалось надевать вот с этим. Я помню хорошо, это по фактуре своей бархатный пиджак, то есть пиджак, который черный, но в то же время не отражающий цвет. Потому что, если бы он был гладкий, черный, то он бы смотрелся совсем по-другому. А этот, за счет своей фактуры бархатной, он поглощал свет, поэтому смотрелось все очень комфортно по-домашнему. То есть, вы понимаете, вот это составляющая, которая тоже своего рода очень сильно влияет на восприятие. Потому что, если я помню эту программу, это была программа о качестве чая, о полезных свойствах. Такая полудомашняя, да? Да, полудомашняя, соответственно, и стилист подобрал для меня одежду такого комфортно, уютного цвета. Полудомашнюю. Полудомашнюю, да. Такой мягкий по фактуре пиджак, водолазка. Потому что, наверное, было бы, согласитесь, не совсем уместно на эту программу. Что, не понял, Людмила Васильевна написала? Ну ладно. А, это Людмила Васильевна пишет, что просматривая лекции, мастер-классы на площадке анимации, я обратила внимание, что на лекторах не грамма косметики. Ну, я не знаю, что это за площадка, не знаком с ней, но мы же говорили о том, что если вот камера, которая... По контексту, по контексту. А камера, которая в компьютере, она, в принципе, позволяет пользоваться минимумом косметики. Потому что, если вы в телевизор... Вот здесь я могу сказать, что здесь, я имею в виду, здесь студийная фотография, которую вы увидите сейчас на экране. В сюжете. Ну, это программа, это часовая программа, была 45 минут эфирного времени, в прямом эфире, кстати. Здесь у меня вот все загримировано, хотя этого не видно на экране, но здесь нанесен и тон, и пудра. И что-то мой компьютер говорит, что он сейчас хочет выключиться. Так, сейчас мы закроем это окошко. Да, и много... Вот. И много всего. Да, много всего, но все сделано было профессионалами, поэтому здесь, наверное, не очень... В глаза не бросается. Да, в глаза не бросается, все естественно, и комплект утвержден. Поэтому, да, поэтому, Людмила Васильевна, самый большой шик, это когда человек выглядит хорошо в кадре, те же видеолекции, например, когда записывали в студии, вот на трейлер, который записывали, такой промо-ролик для курса, да, там меня продюсер сама гримировала, и гримировала, наверное, очень долго, подбирала. А на самих записях видеолекции такого требования не было. Но единственное, что они просили немножко, если будет возможность, выделить глаза и чуть-чуть пудры, чтобы не бликовало. Это была уже просьба оператора. А, в принципе, косметикой вообще даже и не пользовались. Ну, просто пудрой приходилось пользоваться. Жара плюс 35, под софитами плюс 47. И, конечно, да, поэтому подтек приходилось прерываться. И, отлично, значит, и еще, мне кажется, что здесь допустимость водолазки с... Не могу нарисовать, с пиджаком, и нет такого эффекта вот этого закрытого горла. За счет, наверное, пиджака, да, он удлиняет, как бы, шею. Да, здесь декольте заменяется. Здесь важно... Водолазку можно, но главное, чтобы пиджак был вот этот эффект удлинения шеи сохранялся. Ага, отлично. Ну и последнее, коллеги, мы уже так немножко перебираем со временем, увлекшись беседой, подходим уже к нашему завершению нашей сегодняшней встречи. Вот я ляпну. И последний момент. И ляпай. Но ляпаю уверенно. Тогда это называется точкой зрения. Вот я, грубовато, правда? Да, это и есть. А у них это называется эксцентричностью. На том и стою. И последний наш момент, на котором хотелось бы остановиться. Да, метод Карлсона. В любой ситуации сохраняя равновесие. Для того, чтобы выглядеть хорошо и звучать в кадре, мало владеть голосом, мало поставить себе и настроить свой голосовой аппарат, мало одеться и правильно выглядеть внешне, но главное еще сохранять спокойствие, как говорил Карлсон, спокойствие, только спокойствие в любой ситуации, что бы ни происходило. И вот здесь тоже от ошибок не застрахован никто, от оговорок тоже застрахован никто. И от того, как вы будете принимать быстрые решения вот в этих ситуациях форс-мажора, самое главное не превращать их в форс-минор. А от запинок не застрахован никто, даже наш сегодняшний гость. Я немножко так покопалась в записях, нашла пару сюжетов, Игорь, опять же, теперь о ловерды вам. Ошибки в прямых эфирах. Развитие событий в нашем следующем выпуске в 11 часов 30 минут, расскажет моя коллега Анна. А я с вами прощаюсь, всего доброго и удачи. Как тратить деньги управляющие компании, и чем будут отапливаться военные городки области этой зимой? На эти и другие вопросы будем говорить, эти и другие темы будем обсуждать сегодня с нашими гостями. Я же обещала, а ловерды будет. Ну, действительно, все мы люди, и каждый из нас может запнуться. Вы знаете, раньше я всегда очень комплексовал по этому поводу, мне казалось, что все, меня уволят буквально после того, как я выйду из студии. Но жизненный опыт и опыт работы показывает, что как раз-таки наоборот, вот те самые моменты, они добавляют живинки, говорят о том, что, в общем-то, по ту сторону экрана сидят такие же обычные люди, нормальные, с такими же проблемами, и они могут там и не выспаться, потому что ребенок всю ночь плакал, и могут забыть, как зовут коллегу, которая сменит тебя в информационной студии, как вот в первом видео. С которой не первый год работаешь в эфире. Ну, я уже проработал в эфире. Ну, Бог желает всякое, но самое главное, не впасть в ступор, не остановиться, и, конечно же, это самое ужасное, когда ты растеряешься и не знаешь, что делать, потому что ты в данном случае ведущий, ты ведешь за собой. Не теряться в любых ситуациях и быстро выходить из сложившегося положения. Вот, кстати, под эту тему хочу напомнить нашим уважаемым участникам сегодняшней встречи. Есть замечательный тренер, он тоже был и выступал в наших вебинарах, Юрий Майский. Можете посмотреть те вебинары, которые он проводил, записи есть на канале портала Директ Академия. И Юрий Александрович, он проводит очень интересную игру по риторике. Я заинтересовалась, сходила на пару встреч, вы знаете, это потрясающая вещь, потрясающая штука. Тренировка спонтанных выступлений. То есть ты не знаешь, на какую тему, с какими словами, там могут быть заданы условия, либо выступления на свободную тему, там очень интересно обыгрываться разные сюжеты. Но задача подготовиться буквально за считанные секунды, и не больше двух минут должно длиться выступление. Вот хронометраж времени там отслеживается очень четко. И вы знаете, реально к концу сеанса, по несколько заходов бывает на каждого участника, вот несколько таких заданий выпадает, мозг начинает совершенно по-другому работать. И вот это, я по себе уже начала замечать, что вот это состояние ступора, когда я не знаю, что сказать дальше, о чем говорить, ну бывает мы впадаем, или оговорился, или сказал не ту информацию. И вот это вот очень классная тренировка, которая вот мне реально помогла справиться, и справляться вот с такими ситуациями, когда надо быстро за 30 секунд выйти, буквально за 10 секунд выйти из сложившейся ситуации, и найти, что сказать. Вот это вот найти, что сказать, это просто шикарно, я в восторге. Поэтому, коллеги, кто у нас находится в Москве, не поленитесь, посмотрите информацию по этой игре, в фейсбуке она есть. Приходите, очень классно, правда классно тренируйтесь. А я, кстати, хотел как раз-таки только сейчас попросить наших участников вебинара написать, хотел понять географию нашего сегодняшнего курса, нашей сегодняшней лекции. Напишите, пожалуйста, из каких городов вы сегодня к нам присоединились? Будьте так добры. А вообще да. Очень интересно. А вообще да. Вот, кстати, от Москвы до Владивостока. Москва, Москва, Сахалинск, Смоленск, Москва, Азхалинск, Ялта, Королёв. Там, наверное, уже весна. Москва, Королёв, да, это... Московская область. Ну, слушайте, вот как раз. Географию Королёв, Махачкала, Дагестан. Махачкала. Да, отлично. Да, там, наверное, уже тоже совсем тепло. Волгоград. Волгоградская область. Слушайте, ну, замечательно. Очень широкая география. Очень приятно, что вы к нам сегодня присоединились. И подскажите, пожалуйста, коротко сейчас, напишите, вернее, пожалуйста, насколько вы по десятибальной шкале оцениваете полезность сегодняшнего нашего вебинара. был ли он полезен или та информация, которую мы сегодня давали... Так, saw 50-50. Для нас очень важна эта обратная реакция, потому что мы тоже хотим, естественно, понимать, да, делимся ли мы той информацией, которая у вас требована сегодня, которая необходима вам, либо мы, может быть, свое какое-то чистолюбие, самолюбие удовлетворяем. То есть, ну, действительно, 8, 9, 10... Рассказываем о том, что интересно нам, или о том, что угадали ли мы с темой. Спасибо большое, это действительно очень важно было понять. Спасибо. Спасибо, коллеги. Вот эта оценка, она важна не для того, чтобы, еще раз повторюсь, себя по головке погладить и сказать, какие вы молодцы, а для того, чтобы понять, насколько необходима вам эта информация, и что нам лучше подготовить для следующей встречи. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Мы добрались сегодня благополучно до нашего завершения нашей сегодняшней встречи, поэтому благодарим всех за участие, за внимание к нашей сегодняшней передаче. Желаем всем удачно и красиво и сочно выглядеть в кадре и за кадром. Благодарим нашего сегодняшнего гостя, нашего сегодняшнего, моего соведущего. Давно я не работала в паре, не вела вот так вот на двоих вебинар, даже немножко соскучилась. Игорь, сегодня прям радостный день для меня, доставили удовольствие, поработав со мной в кадре. А мне, например, уже на телефон напоминают о том, что сегодня две вечера... Пора! Что пора, потому что... Потому что... Ну, во-первых, я хочу всех поздравить сегодня с Днем космонавтики, сегодня 12 апреля. Да-да-да-да-да. Мне напоминают о том, что сегодня в Доме кино я веду концерт. Вот моя соведущая как раз-таки мне пишет о том, в каком костюме я планирую сегодня работать, чтобы вы вдвоем смотрелись красиво. Прям в тему, прям в тему сегодняшнего вебинара такой. Логичное завершение встречи. Да-да-да. Так что, Игорь, большое-большое спасибо, замечательно, по-моему, сегодня поработали. Татьяна, вот знаете... Уже вдвоем. Людмила Васильевна спрашивает, будет ли еще такой вебинар. Еще такой вебинар. Предлагаю в таком формате. Не вопрос. Напишите, пожалуйста, какие темы вы хотели бы, чтобы мы осветили, какие темы для вас вам интересны, актуальны. И мы готовимся более предметно. Мы будем рассказывать уже о конкретных моментах, которые вам важны, вам необходимы. Вот мы сейчас... Не стесняйтесь, пишите все темы, все вопросы. Можно писать в чат, либо во вкладку «Вопросы», либо в нашу группу на Фейсбуке, или можно мне в личку. В мессенджерах можно найти. Да, тем более, большинство наших участников как раз в нашей группе состоит на Фейсбуке. Либо вот координаты Игоря есть в Фейсбук, e-mail, можно писать ему. То есть те вопросы... Да, Инстаграм. То есть те вопросы, которые вас интересуют больше всего, не стесняйтесь спрашивать. Глупых или неправильных вопросов нет. Есть те вопросы, на которые, возможно, есть ответы. Наша задача просто помочь им встретиться. И, коллеги, в ресурсы я презентацию на всякий случай выложила, добавила. Поэтому, кто интересовался у нас в самом начале, ладно, забирайте. Адаменко Наталья Александровна, уже пошли первые вопросы. Тема использования презентации в видеосюжетах, вебинарах. Это, Татьяна, отличная тема. Мне попрощаться, собственно говоря, моя часть... Да, да, отпустим, отпускаем Игоря. Да, большое спасибо. Все, до новых встреч. Удачи на сегодняшнем выступлении. Все, пока-пока. Возвращаясь к нашему вопросу. Наталья Александровна просто прокомментирует. Использование презентации видеосюжетов в вебинарах, какие могут быть ошибки. Отличная тема, Наталья Александровна, принимается. Частично мы в разных вебинарах так про это уже местами говорили. Но раз вопрос возник, то, возможно, стоит это все собрать в один вебинар, в одну тему. И рассмотреть, да, ошибок очень много. Очень много бывает. Владимир Алексеевич у нас спрашивает. Мгновенное реагирование на изменяющуюся обстановку. Это вот как раз та самая готовность к форс-мажорам. И, я так понимаю, да, про это, наверное, вопрос. И что делать, если ситуация выходит из-под контроля или идет как-то не так, да? Если правильно понимаю, то вопрос про это. Да, тоже хороший вопрос, отлично. Принимается. Ага, спасибо, Владимир Алексеевич. Да, вот это вот, кстати, мгновенное реагирование на изменяющуюся обстановку. Это, знаете, где часто еще возникает в тренерской работе. Вот из тренерского опыта я помню вот эти вот ситуации по работе с живой аудиторией. Работа с сопротивлениями, разные типы участников. Что делать, если... А вот здесь этот вопрос, просто подумайте немножко, если можно, конкретизируйте. Можете ли, Владимир Алексеевич, вы мне в личку напишите, пожалуйста, в мессенджер, в фейсбуке или там в скайпе меня можно найти, либо в фейсбуке найти. На экране ссылка активной не будет, Марина, прошу прощения, отчества не вижу. В презентации, которую я вам загрузила в ресурсы, вот там, если ее открыть, из PDF-файла ссылка будет активная. На экране, вот как раз, про особенности работы с презентацией, то, что на экране монитора сейчас выведены ссылки, с экрана вебинарной комнаты, они не активны. Они активны из самой презентации или из PDF-файлов, которые загружены. И, Владимир Алексеевич, если можно, вы мне просто немножко вот этот вопрос, тогда в личку конкретизируйте, что конкретно вас интересует, оффлайн, онлайновый формат, может быть, есть какие-то ситуации, которые вам хотелось бы рассмотреть, с чем-то столкнулись, вот немножко поподробнее, да, какие ситуации, какие изменения, какие обстоятельства. И тогда я уже более конкретно смогу подобрать примеры и рекомендации, да, и мы это, конечно же, обязательно рассмотрим. Итак, коллеги, на сегодняшний день мы с вами завершаем. Вопросы пошли, вопросы я себе пометила, то, что сейчас вот задали в чат, и остальные вопросы в группе я еще, пожалуй, наверное, тогда сделаю тоже. Опрос, наверное, в формате опроса сделаем. Наша группа авторов научных публикаций, на всякий случай ссылочку напомним для тех, кто может быть сегодня первый раз. Так, где, где, где? Вот, скопировать адрес нашелся. Да, и вот тогда в чат ссылочку бросаю, по-моему, да, вот автор научных публикаций. Можно по этой ссылке перейти, кто еще не в группе, записаться, я тогда сделаю опрос по сбору тем, которые мы могли бы рассмотреть и которые провести по ним вебинар. Вот те самые вопросы ваши, да, такой вебинар ответов на вопросы слушателей. Итак, коллеги, на сегодняшний день мы с вами заканчиваем. Я останавливаю. Я останавливаю.